Всем здорова, друзья! Меня зовут Шок, и это уже второй выпуск второго сезона Битвы Ютуберов. В прошлом выпуске мы играли с флагжакеем, а сейчас с аниманом. Посмотрим, как у нас получится игра, и кто же у нас выиграет. Вы можете проголосовать прямо сейчас сверху. Ну а следующего ютубера, с кем я сыграю в следующем выпуске этой рубрики, я вам не скажу, потому что вы сами это должны отгадать. В комментариях напишите вашу идею, и я лайкну того, кто напишет правильно. Ну а также, я сегодня разыгрою вот этот скин, который у вас на экране. Вы просто ставите лайк под роликом, подписывайтесь на канал, лайкайте пост, который закреплен у меня в паблике ВКонтакте, и подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. После чего, как только ролик набирает 6000 лайков, я делаю результаты в паблике ВКонтакте. Всем желаю удачи, всем приятного просмотра, с вами я, Шок, и это битва ютуберов, мы растем. Приятного аппетита, так же, ребят, я же знаю то, что здесь многие, кто едят, когда смотрят, я же знаю, все вижу. Друзья, мы на карте Аймап, и сегодня моя битва с ютубером пройдет против к ютубера, которого зовут Айман. Всем привет, ребята, погнали. Окей, let's go. Ребят, мы сейчас расходимся, и мы начинаем игру 1 на 1. Это битва ютуберов, 27 выпуск, это второй сезон. Ну давай, сегодня выпуск, нифига, уже второй сезон. Сколько у тебя там сезонов-то? Не знаю, два, скорее всего. Ну, ютуберов ПКС осталось около 25, наверное. Ну, все равно можно потом делать, знаешь, 2 на 2, 3 на 3. Да не, не, убивать рубрику не стоит, вообще никак. То есть, делаешь так много контента. Удачи, началось, типа. Да, погнали, удачи. Я давно не играл, сразу говорю. Окей. О, отлично, отсосал. Ребят, кстати, у меня новый ножик, я бы подобрал. Он не самый дорогой, но он очень красиво выглядит, почти как сафир. Я все свои ножи на ставках обычно просирал, помню. Какие у тебя были сайты для этого? Что? Что у меня было? Папа был, когда, короче, Кирюхин еще. Там я, ох, я там так много в серверах. Кирюх, это все, что-то? Да-да-да-да-да-да. Это бой высадь, получается. А-а-а! Я не застрел, так трудно разговаривать. Да вообще достаточно. Я не застал то время, когда он был владельцем, то есть... Он еще владельцем был, а я хозяек. Ну, типа, там был прикольно. Я там очень много поднимал, и очень много всирал. Ну, ты тэппингом, как я понимаю, стреляешь, но здесь видно, и видно, кто здесь байсер. Аниман, как тебя зовут и откуда ты, сколько тебе лет? Антон, Антон, я из Кемеровской области. Я не буду назвать город, потому что прошлый опыт мне подсказывает то, что снежки в окно, это... Снежки в окно. Получается... Кстати, Аниман же, аниман же получил из маленького города и встретить тебя очень большая вероятность. Я очень маленький город. Поэтому просто обозьмемся. В Кемеровской области самое главное. Боже, чувак, это просто разъем! Как ты так делаешь? Я пытаюсь просто выйти хотя бы, я, может быть... Ну, ты зато в PUBG хорошо играешь. Мы только что играли с Аниманом в PUBG, и он реально там хорошо играет. Ну, в PUBG, да, я просто перешел, по сути, в PUBG, и я его не снимаю просто на канал. Я тоже не буду снимать. Но в CSGO, да, друзья, я уже подзабил, хотя у меня был Беркут с венками. Оп! Я его точно не буду снимать. Иногда, иногда проскакивает. Ну, есть только на лайфт-канал. Получается то, что ты в CSGO хорошо, да, раньше играл? Аниман. Да, я очень хорошо. Мы же раньше с братишкиным тащили, там, хайлайты были даже. А сколько хотели ты еще не ответил, кажется? Мне 20-20 лет, 20-20 лет. 20 лет? Да. Киберспортсмен. Ты планируешь переходить что-то в Реал или пушь продолжительный в Тронете развиваться? У меня есть там реалик, реалити квест свой, знаешь, такие квесты, квесты. А, да-да-да-да. Получается, это ты на свои деньги сделал, и сейчас оно живет. Да-да-да. Вот сейчас я беру гигантские члены и сую себе в рот, потому что, ну, у меня просто здесь насилуются. Это у тебя в городе сейчас такой квест? Нет, это у меня в соседнем городе Новокузнецкий. А, то есть, Новокузнецкий побольше город, поэтому, да? Да-да. А ты шаришь, а ты шаришь? Подожди. Получается у тебя собственный квест, 20 лет. Это аренда помещения, это аренда... Да-да-да, это реальный бизнес. Нанимать людей надо, чтобы они это сделали. То есть, это реальный бизнес. И сколько? Как зарплаты, там подобное. А есть вы в плюс выше или так работать пока что минус? Ну, конечно, конечно. Уже в плюсе давно? Отлично. Все хорошо, вот это, блядь. Ну, ты потом опишешь, потом ты... Я все-таки не буду про цифры говорить в ролике, но я потом тебя спрашиваю про эти цифры, которые у тебя крутятся. Это будет интересно. Спросите про цифры моего счета. 8-3, господа, это отсос, это отсос, это просто... Слушай, а я приятно удивлен, что у тебя свой бизнес есть, это хорошо. Да, ну, спасибо большое, но, типа, что-нибудь другое охота. Ну, да, конечно, но это знакомство с тобой. С хорошей стороны. Еле-еле попал. Еле-еле, еле-еле. Сколько ты уже занимаешься ютубом? 3-4. Я 3-4 года, наверное, где-то так. Я не считаю... А начинал с какой игры? Я, я с Гаррис Мода, у меня первый ролик... А, не, я вообще начинал с озвучки, с озвучки, с переозвучки смешной. У меня был канал... У меня был канал... Да, я помню, как ты снимал с Симчуком и так далее, ты был прям супер жестким в то время. Но потом ты... Ну, я же придумал сейчас все... Потом ты избавил обороты и, наверное, занялся квестом этим. Ты занялся квестом, поэтому чуть-чуть сдал обороты. Да, да, да. И просто в чем фишка? Я почему был жестким? Мы же придумали это шоу «Маньяк в CS GO», которое сейчас... То есть шоу «Маньяк в CS GO» — это шоу, которое придумали именно вы? Да, да, да. Но первые выпуски самые можешь у нас на каналах посмотреть. То есть я просто подал идею, Симченко предложил, типа, давайте мы будем прятаться по карте, а ты будешь нас искать. Я говорю, давайте-ка я по-другому забацан, давайте, типа, будет страшно какой-то чел искать. И мы придумали эту идею. Вообще, изначально «Маньяк» не был угарным, он был страшным, то есть таким пугающим. А сейчас его снимают как развлекательный вариант, ими посмеяться и так далее, да? 10-4. Отсосал. Ну, да, сейчас его снимают в основном лишь для того, чтобы похохотать, но... Я перестал снимать его, потому что, ну, мне просто заебало. Я вот придумал рубрику «Сранный сбор», потом эти поднеслось. Я даже права «Маньяка» не знаю, то есть я никогда жизни его не досматривал. Не знаю, это сложно смотреть для меня. То есть, вообще, я не смотрю в какой-то развлекательный контентный игрок. Я как в «Папке» играю, блядь. Не снимаю даже. Пацаны, вы смотрите... Я реально как в «Папке», я даже приседаю как в «Папке». А я как в «Коноковолстоне» вчера на стриме играл, я так за камнем прятался, как будто в «Папке» играю. Это просто жесть. Вы просто не представляете, как «Папка» реально меняет скилл в «КСГО». «Папка» более медленная... Да не, знаешь, я тебе ответ скажу, «Папка» повышает твою внимательность, без шуток. Ну, внимательность, да, повышает, но... Я скажу честно, «КСГО» повышает реакцию, а «Папка» — это внимательность. У «КС-1.6» раньше жестким был прям пиздец, прям просто дичайше жестким. У меня была мышка «Икси» моя, там... И сюда «Гоя», я так раздавал. Какой сейчас мышка стоит? Лежит на столе. «Сенсей» SteelSeries. SteelSeries. «Навидишн». Да, но я люблю SteelSeries, я дрочу на них, отличная фирма. «Навидишн»? Да. Нет, «Навидишн». Да кого? Не, я не настолько фанат там команд, чтобы, знаешь, покупать какие-то корыки. Да не, знаешь... Не, честно, честно, «Нави» так... Может быть, ты не фанат, но она красивая. Даже те же кресла, они супер... Да? Я не видел, я не видел. У них... Что-что, но у них дизайн очень классный. Яркий такой, приятный. Ну, дизайн, да. Ну, это побольше уже, знаешь, такой проект в плане выкачивания бабок. Конечно. Потому что «Навидиш» давно не те. Ну... Вот раньше состав «Маркелов», когда еще были различные там по 1.6 и СВЦ, я смотрел просто... Ну, пока составы, может быть, не очень радуют, но этим... Организация всегда хороша сейчас. Поэтому... Все скидывать на состав не нужно. Ну, как я слышал, то, что они там в Доте хорошо... А, Virtus.pro это в Доте хорошо играет. Я не сижу за киберспортом, просто... Единственное, что я смотрел недавнее на это «Pubk Inventation», потому что, ну, «Pubk» вот сейчас... Это одна из самых интересных игр, которая реально за последнее время стала мне настолько интересной. Слушай, а этот... Какое у тебя было максимальное звание? Беркут с винками, я же говорил. Я мог апнуть и глобала спокойно, просто... Я именно в тот момент, когда можно было апнуть глобала, просто меня заебало CS, и я такой, типа, «Да в жопу, это говно». Я очень много знаю ютуберов, которых просто достал CS, и они выходят с этой игры. Я очень боюсь, что у меня будет такая же ситуация, но пока что я в кафе играю эту игру. Пока что я в кафе играю. Ну, я просто... Типа, я не знаю, сколько можно еще высасывать из CS, я все идеи, вот, которые возможно были... Я и странные сборки эти придумал, блядь. По сути-то, идея на поверхности я зашла, а сейчас в CS GO, ну, ты кроме мини-геймов, наверное, ничего не придумаешь. Не, ну, то, что ты посмотрел мой канал и... Просто, не, придумать можно много чего. Вот сейчас у меня будет шоу, это как ученик лайфхакера. То есть, я еще не придумал название, но, скорее всего, будет такое. Я, короче, беру моего друга из Грузии, и он вообще в CS не играл. Я буду за ним следить полгода, я буду давать ему задания, проверять его скилл каждый месяц, и будет как его развитие происходить, все будет на видео, короче. Это будет прикольно, это будет прикольно, но это такой медленный проект, на самом деле. Медленный, но качественный, зато интересный. Знаешь, что на подобии сюжет какой-то? Я знаю, что сюжетка всегда заходит на эту. Есть 14, подобка сюжетки, но не знаю, не знаю. Сериалы в CS GO еще я... Не, в CS GO сериалы такой. Майнкрафт-сериалы, я помню. Почему, почему? Ну что, один раунд, и я сосу 10-15, господа, смог реабилитироваться. Да, чуть-чуть хотя бы. Нет, ну ты там камбэков, нормально. Давай ваншот, да, наконец. Игры. Я выбрекаться, я надеюсь здесь есть вратайм, чтобы я вратайм, чтобы я вратайм. А ты не забываешь, да, вратайм есть, то есть не забываешь, что мы сейчас идем на воп-карту, на лайв-канал. Серьезно, еще воп-карту? Сейчас будем вратать. Сейчас будем вратать. Окей. Ребят, зайдите на лайв-канал и посмотрите, кто будет. Короче. Тут мы еще не закончили, 12-15. Не-не-не, сейчас закончу, сейчас закончу. Я так говорю, сейчас. Все, давай, заканчиваем катку, чуваки. У меня мышка лагает. Сейчас. Так, так, чтоб отлагала. Найс. А, нет, ну почему я надамажил говно? Ребят, если что, сейчас, если вы видите 14-50, то есть, ну, я проснулся только недавно, поэтому чуть был отключенным. Ребят, сейчас идем на лайв-канал, играя с аниманом. Сейчас у вас появится слева это видео. Зайдите, пожалуйста. Ну а если, только не забывайте, если вы тут впервые, подпишитесь прямо сейчас на канал и участвуйте в конкурсе, который был в начале ролика. Справа вы можете подписаться или внизу где-то подписаться. Можете еще, кстати, на меня. И ссылка на канал Анимана есть в описании, вы можете его посмотреть. Подписывайтесь, странные сборки, топовая рубрика, смотрите. Всем друзья, спасибо, всем пока, с вами был я, Шоки, это ютуберская битва, не, битва ютуберов, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.